Большое спасибо, господин Дебела, за очень интересный доклад, который показал нам ситуацию как в мировой экономике в широком таком контексте и в России, и в долгосрочном, и в краткосрочном периоде. Мне хотелось бы прокомментировать несколько моментов всего, и у меня есть некоторые слайды, но я их все не буду показывать, а только отдельные, которые могут быть полезными, на мой взгляд. Итак, сначала краткосрочная ситуация. Действительно, мы все можем констатировать, что в российской экономике произошла стабилизация, и, в общем-то, рецессия в ней либо прекратилась, либо вот-вот прекратится. Но при этом нужно понимать, что вот эта стабилизация, она произошла одновременно с ухудшением структуры экономики по сравнению с тем, что мы наблюдали в 2014 году, то есть до последнего кризиса. И это означает, что то ослабление рубля, которое мы наблюдаем, и которое должно было способствовать диверсификации экономики, укреплению позиций несырьевых секторов, в общем-то, своей роли не сыграло. И мы видим сейчас, что у нас рост наблюдается в сырьевых секторах, сельское хозяйство к ним тоже относится. Грузооборот мы здесь включаем, поскольку он во многом завязан на наши экспортные поставки. Действительно, при этом вот то падение спроса, внутреннего спроса, которое оказалось устойчивым, оно способствовало тому, что у нас произошло устойчивое падение в обработке, в неторгуемых секторах. Здесь не приведены часть неторгуемых секторов, которые нет такой оперативной информации по ним, но, тем не менее, по той информации, которая есть, собственно, там тоже сокращение. И поэтому, конечно, мы должны еще раз подчеркнуть, что стабилизация экономики является необходимым, но совершенно недостаточным условием для восстановления и продолжения экономического роста, потому что если российская экономика будет дальше расти за счет сырьевых секторов, оно будет, так сказать, ну, сядет на их максимально возможный темп роста. И, в общем-то, мы никогда не выйдем из того 1%, как мы сейчас наш рост возможный, достаточно консенсусно оцениваем. И, конечно, нужно согласиться, мы тоже всегда все говорим о структурных реформах, но тоже, в общем-то, все дело в том, что мы под этим имеем в виду. И здесь я хотела поблагодарить закладчика за то, что он обращает внимание прежде всего на наше положение по индикаторам конкурентоспособности относительно развитых стран, относительно стран ОСР, на мой взгляд, вот именно в последнее время, в последних дискуссиях мы существенно сместились в понимании наших целей от вот этой цели, от вот этого бенчмарка. И мы все чаще, ну, отчасти это связано, конечно, с политическими причинами, сравниваем себя не с развитыми странами, а с крупнейшими развивающимися рынками, такими, как Китай и Индия. И у докладчика было похожее сравнение в первой презентации, что если сравнивать Россию с Китаем и Индией, то, конечно, Россия находится в упадке, эти страны быстро растут. На мой взгляд, нам нужно вернуться к оценкам положения России прежде всего не по тем, с кем она дружит, не по величине ее экономики, а по уровню, собственно, ВВП на душу населения или ВВП на одного занятого. И если мы находимся в этой системе координат, то, собственно, мы получим оценку того, что, в принципе, мы можем достичь и то, что мы не можем достичь. Здесь представлены за последние 20 лет среднегодовые темпы роста ВВП на одного занятого. По оси Х это отношение производительности страны по отношению к США. И здесь мы видим, что, конечно, мы уже прошли давно тот период, когда мы могли расти высокими темпами. И, на самом деле, наши темпы роста для нашего, последние 20 лет, для нашего уровня ВВП, они достаточно нормальные. То есть вот эти 2% роста производительности, которые мы достигли, они, в общем-то, естественны для нас. И для того, чтобы получить большие темпы, действительно требуются, ну, поистине героические усилия, требуется совершить чудо, вот, и при этом очень большой риск того, что наши темпы роста не будут больше такими, а будут такими, как у менее успешных стран в странах Латинской Америки. И поэтому, собственно, то, что мы говорим о структурных реформах, должно опираться, на наш взгляд, на такого рода представления. И первое следствие, которое, на мой взгляд, из этого следует, то, что мы не должны переоценивать роль нормы инвестиций и вообще вклада инвестиций в рост производительности, в экономический рост. Если мы сравниваем все страны по норме инвестиций, то, конечно, мы получаем положительную зависимость, но во многом эта зависимость, она завязана на том, что бедные страны, если они имеют большую норму инвестиций и у них происходит индустриализация, они могут расти быстрее. Для тех стран, которые на Россию похожи, такой явной связи с нормой инвестиций и их успехов нет. Есть связь с другими факторами. Эти факторы, в общем-то, во многих исследованиях, посвященных экономическому росту, доказаны их существенность. Ну вот для тех стран, на которые Россия похожа, тоже эти факторы существенны, их достаточно много. И действительно, это и институциональные факторы. И никуда мы не можем уйти от того, чтобы добиваться верховенства права и развития конкуренции. И не можем мы обойтись без необходимости развивать человеческий капитал. И, в принципе, от того, что мы должны найти способ нарастить наш экспорт, и не можем опираться исключительно на внутренний спрос. Ну и также, наверное, в результате этого во многом, и тоже отчасти в результате политических факторов, на мой взгляд, мы сейчас в нынешних дискуссиях недооцениваем угрозы со стороны демографии в России. И хотя мы говорим о том, что в будущем, в ближайшие 15 лет у нас сократится трудоспособное население, причем в основном оно сократится за счет молодых возрастов, но наша политика в целом совершенно сейчас не направлена на то, чтобы эту проблему решать. Здесь есть два пути, но один из них может быть связан с повышением участия в рабочей силе. Мы здесь обсуждаем действительно больше пенсионную реформу, но, на мой взгляд, сейчас больше гораздо значение имеет то, что мы делаем с системами, произведящими человеческий капитал, с образованием, с здравоохранением, с культурой. Наша бюджетная политика сейчас такова, что последовательно сокращаются, в реальном выражении, расходы в этих секторах, и пока мы не видим в будущем бюджете, в бюджетной трехлетке, что эта ситуация как-то поменяется. И действительно, мы сейчас находимся в такой политической ловушке, когда в силу того, что наше население, оно патриотически мобилизовано, оно лояльно, оно не настаивает на приоритете политики, направленной на развитие человеческого капитала, оно не достаточно настаивает на своих правах, и поэтому у нас возникает соблазн все проблемы перекладывать на население, как-то, скажем так, поддерживать риторику, что мы должны держаться, что мы должны меньше потреблять, что у нас не должно быть таких больших амбиций, что мы должны отказываться от права выбора, но надо понимать, что мы таким образом, конечно, подрываем свой потенциал развития и наше движение к более развитым странам. Ну, собственно, вот все, что я хотела сказать по этому поводу. Спасибо.